Привет, с вами Олег Касич. Сегодня я расскажу вам о видеокарте MSI N760 TwinFrozer 2JD5 OC. Графический адаптер принадлежит серии игровых устройств гейминг и кроме оригинальной системы охлаждения и печатной платы также имеет улучшенную частотную формулу. В данном случае базовая частота процессора повышена с 980 до 1027 МГц, а среднее значение ускорения находится на уровне 1085 МГц. Видеокарта имеет 2 ГБ памяти GDDR5, которая работает на рекомендованных 6008 МГц. Для охлаждения видеокарты используется модифицированный кулер TwinFrozer 4, в основе которого лежит крупный радиаторный блок с большой площадью рассеивания. Для ускорения отвода и эффективного распределения тепла в конструкции используются 4 никелированных тепловых трубки. Три из них имеют диаметр 6 мм, еще одна 8 мм. Отметим, что алюминиевые пластины имеют специальные миниатюрные дефлекторы, которые с одной стороны еще немного увеличивают площадь рассеивания, с другой усиливают воздушный поток, направленный на тепловые трубки. Для видеокарты используется оригинальная печатная плата с улучшенными компонентами, соответствующими новой классификации Military Class 4. Для стабилизации напряжения питания графического процессора используется пятифазная схема, еще две фазы задействованы для памяти. Все силовые элементы, а также чипы памяти, размещенные на лицевой стороне PCB, имеют дополнительное охлаждение. Для этого используется анодированная алюминиевая пластина, которая, будучи закрепленная на фиксирующей планке, также выполняет роль дополнительного ребра жесткости. Как и на референсной карте, половина микросхем памяти расположена на обратной стороне PCB и охлаждаются только за счет естественной конвекции внутри корпуса. Радиаторная кассета продувается двумя 100 мм вентиляторами с лопастями Propeller Blade. Верхний защитный кожух кулера выполнен из черного матового пластика с характерным для устройств серии цветной полоской у кромки. Для внешней декорации также используется металлический шильдик с логотипом серии Gaming. Дополнительное питание производители предлагают подключать с помощью восьми и шестиконтактных разъемов. Что касается требований к блоку питания, то MSI рекомендует использовать модели от 500 ватт, которые способны обеспечить ток до 30 ампер по линии 12 вольт. Близость разъемов питания и одной из тепловых трубок несколько затрудняют подключение коннекторов. Но если вы не планируете часто извлекать видеокарты из своей системы, вряд ли такой нюанс станет значимой проблемой. Общая длина видеокарты 265 миллиметров, при этом адаптер займет два слота расширения, не претендуя на большее. Оснащение интерфейсной панели не вызывает нареканий. Два видеовыхода DVI, а также HDMI и DisplayPort. Чуть меньше четверти поверхности крепежной планки занимает решетка для вывода нагретого воздуха. В комплекте с видеокартой поставляется руководство, диск с драйверами и ПО, переходник с DVI на VGA, а также переходники для подключения питающих линий, с 6 на 8 контактов, из пары Molex на 1,6 контактный разъем. Традиционная проверка эффективности системы охлаждения показала, что используемая версия TwinFrozer 4 в условиях открытого стенда при скорости вращения пары вентиляторов на уровне 990 оборотов в минуту способен охлаждать GPU до 28 градусов. Под игровой нагрузкой кулер удерживает температуру чипа на уровне 62 градусов. Этот факт сам по себе примечателен, однако больше впечатляет то, каким способом досягается такой результат. Дело в том, что пиковая скорость вращения вентилятора во время тестов составила всего 1200 оборотов в минуту, при этом субъективно тональность их работы не изменилась. Видеокарта работает очень тихо. Как мы уже отмечали, базовая тактовая частота чипа повышена до 1020 МГц, при этом в процессе типичной игровой нагрузки графический процессор ускоряется вплоть до 1150 МГц. Используя ручной метод поиска предельного МГц, добавив положенные 12 мВ, в тестовом экземпляре нам удалось повысить базовое значение до 1144 МГц. При этом механизм авторазгона GPU Boost 2.0 поднимал планку до 1280 МГц. Частоту памяти экспериментальным путем удалось повысить до 7456 МГц. Чтобы упростить частотные эксперименты для видеокарт игровой серии, компания MSI предлагает использовать специальную утилиту Gaming App. Компактное приложение очень просто в использовании. Небольшое интерфейсное окно содержит три кнопки, позволяющие выбрать различные режимы работы графического адаптера. После выбора OC Mode базовая частота ядра увеличивается до 1085 МГц, показатель среднего авторазгона до 1150 МГц. При этом по факту графический процессор переводится в режим максимального ускорения и стабильно работает на 1215 МГц, не снижая частоту. В подобных условиях видеокарта позволяет получить прогнозируемую высокую производительность в играх. В режиме Gaming Mode базовая и средняя частота чипа сохраняют свои заводские значения 1020 и 1085 МГц соответственно. В этом случае отличие от обычного режима в том, что ядро всегда работает с максимальным ускорением, ни при каких условиях не уменьшая частоту. Silent Mode номинально используется для ситуаций, когда нужно максимально снизить уровень шума системы охлаждения видеокарты. Базовая частота процессора понижается до 981 МГц, средняя до 1046 МГц, тогда как GPU Boost 2.0 не увеличивает частоту выше 1110 МГц. При этом в данном режиме работает штатная технология энергосбережения, снижающая в простое тактовые частоты и напряжение питания процессора. Производительность GeForce GTX 760 находится на очень хорошем уровне, особенно с учетом рекомендованной цены устройства. В штатном режиме видеокарта от MSI немногие превосходят референсную модель, при этом на 5-10% опережая GTX 660 Ti. После дополнительного разгона новинка не только оказывается быстрее GeForce GTX 670, но и в ряде случаев вплотную приближается к более дорогостоящей GTX 770. Имея отличные скоростные показатели, GeForce GTX 760 от MSI основан на улучшенных компонентах с хорошим запасом прочности. Очень тихая система охлаждения, большая редкость на адаптерах такого уровня, поэтому рассмотренная модель станет отличным вариантом для требовательных любителей поиграть в тишине.